Это одна из оживлённых улиц столицы Юнус-Алеева. Здесь расположено множество зданий, магазины, аптеки, бизнес-центры и кафе. Если над архитектурой зданий их владельцы поработали хорошо, то думать о парковочных местах они почему-то не стали. Установленные вдоль трассы вертикальные бордюры не решили проблему незаконных парковок. Автолюбители теперь заезжают на них прямо по тротуару. Эти места не предназначены для парковки. Владельцы зданий должны были решить этот вопрос ещё в ходе строительства. Здесь даже стоит знак, который запрещает парковку. Тем не менее, нарушения регистрируются раз за разом. Буквально через несколько десятков метров противоположная картина. Бизнес-центр, построенный вдоль дороги, не мешает ни пешеходам, ни автовладельцам. Для того, чтобы сотрудники и посетители заведений могли оставить свои машины, тут предусмотрен заезд и парковка позади здания. А территорию перед бизнес-центром превратили в небольшой парк. Бизнес должен соблюдать определённые правила. Мы только за бизнес, мы только за то, чтобы бизнес развивался, но не в ущерб простым гражданам, не в ущерб пешеходам, не в ущерб горожанам. Вместе мы построим такую благоустроенную. Если мы хотим жить в городе, мы должны соблюдать все правила требования, потому что есть правила благоустройства, озеленения. Это всё принято. Мы в этом году мэрией принято некоторые, но большие изменения в этих правилах. И это одним из правил будет то, что когда будет работать бизнес, будет работать в таких местах, она будет обязана благоустроить свою территорию. Ещё один пример, как владельцы бизнеса, игнорируя вопросы парковки, расширяют территорию одной из городских заведений общепита. Тут решили проблему с машинами посетителей просто. Автовладельцы их оставляют вдоль дороги, паркуясь так называемой ёлочкой. А когда приходит время выезжать, создаются помехи для движения. Зато в кафе появилась дополнительная летняя площадка. Согласно правилам дорожного движения, парковочные места должны быть заездом. И при выезде должно быть только правый поворот. Левый поворот не должно быть здесь. Внутри территория имеется. Они нет бы сделать парковочные места, они сделали, так скажем, летний кафе. В этом году ремонтные работы на улице Юнусалива не ограничились новым дорожным покрытием. Тут строятся и новые тротуары, зелёные зоны, предусмотрены велодорожки. Масштабная реконструкция дорог центральных улиц. Центральные улицы теперь будут мест для стоянок и парковок не будет. Потому что мы создали условия для автомобилей, все же просили дороги устроить. Вот мы теперь создали. Теперь мы должны создать благоприятный условий для пешеходов. То есть пешеходы, велосипедные дорожки. Это всё мы планируем и это сделаем по поручению нашего мэра. Зелёные зоны предусмотрены и на улице Байтик-Батыра. Например, возле здания таможни высадили молодые липы. А вместо припаркованных авто здесь теперь зелёный островок. На сегодняшний день мэрия города Бишкек, согласно плану Титул строек на 2024 год, было запланировано 6 улиц проведения реконструкции. На сегодняшний день из 6 улиц завершены 4 улицы и сданы в эксплуатацию. Остались проспект Джибек-Джулу и улица Горького. В Джибек-Джулу получается реконструкция, проявленная от улицы Туалок-Молдо до улицы Осмокула. В связи с тем, что в дальнейшем 2025 году мэрия города Бишкек планирует реконструкцию существующего моста с расширением, в связи с чем реконструкция проспекта Джибек-Джулу сделана до улицы Осмокула. И такие зелёные зоны в ближайшее время будут появляться повсеместно. Это сделает облик столицы краше, а воздух чище. Елена Ткаченко, Сиазбек, Нормамбетов, Аллато 24.